В этом видео будет ответ Магомеду Даудову, председателю Кадыровского парламента по кличке Лорд, тому самому человеку, который недавно объявил у меня кровную месть. На днях он записал видеообращение ко мне и к анзору Масхадову. Это видеообращение было ответом на наш с анзором совместный ролик, в котором мы продемонстрировали паспорт Аслана Масхадова, тем самым доказав, что он никогда не был российским гражданином и не имел российского паспорта. На это наше видео Даудов ответил своим 20-минутным роликом, которым он противопоставил этим нашим фактам свое рассуждение о том периоде. Его ролик был полностью на чеченском языке, и в этом своем ответном видео, в данном видео, я хочу на некоторые тезисы из этого его обращения, на некоторые вопросы ответить. Я специально сделал из себя вот такую шпаргалку, где я выписал эти основные его вопросы, и в ближайшее время, иншаллах, я на них отвечу. Далее я буду обращаться непосредственно к тебе, Даудов. Итак, первое, о чем ты говоришь, это паспорт Аслана Масхадова, фотографию которого я показал в своем видео. Этот паспорт действительно, как ты и заметил, он выдан в 93-м году, и на тот момент, как ты справедливо опять-таки заметил, ссылаясь на данные из Википедии, Советского Союза действительно не существовало. Была уже Российская Федерация, и те государства, которые были в составе СССР, уже были отдельными независимыми государствами. В том числе и Чеченская Республика Ичтерия. Это очень важный момент, который ты, к сожалению, в своем обращении не отметил. Так вот, ты в этом своем видео, ты делаешь такую скидку для России, ты говоришь, ну, как бы, был переходный период, страна только развалилась, и, возможно, ты говоришь, у России на тот момент, в 93-м году, еще не было бланков паспортов. Поэтому они, как бы, по привычке, ну, по необходимости, выдавали паспорта на старых бланках, на советских бланках. Но при этом почему-то точно такую же скидку ты не делаешь для нашего государства, для Чеченской Республики Ичтерия. Почему ты не допускаешь, что и Чеченская Республика Ичтерия тоже имеет право на эту скидку, и тоже может выдавать паспорта СССР, потому что нет еще своих бланков в 93-м году. Это как вариант для тебя, Даудов, я тебе не навязываю, но как вариант ты можешь это допустить. Второй момент. Ты можешь это объяснить просто как чудо. Возможно, это просто чудо, Даудов, ты же веришь в чудеса. Как бы там ни было, ведь я показал тебе паспорт гражданина СССР, даже штамп, на котором стоит советский, не российский. Поэтому объясни это себе, как ты хочешь. Но это факт. И этот факт опровергнуть можно только другим фактом. Если ты покажешь другой паспорт Аслана Масхадова, российский, и если ты докажешь, что этот паспорт действительно подлинный, и с этим паспортом он осуществлял заграничные поездки, вот это будет контраргумент. А так твои рассуждения, они никому не интересны, Даудов. И еще один важный момент. Вот эта вот твоя скидка, которую ты делаешь для России, допуская, что возможен некий переходный период, на который нет еще бланков, и люди как бы продолжают пользоваться старыми, объясни, пожалуйста, его своему падишаху. Потому что он почему-то ставит обвинение лидерам Ичкерии даже в пользовании российской валютой. По его мнению, у нас не может быть такой скидки, мы не имели права пользоваться российской валютой. Объясни, пожалуйста, ему, что бывает такой промежуток, промежуток, ну период становления, так скажем, и люди продолжают жить, как они жили до этого. У тебя это неплохо получается? Объясни, пожалуйста, это своему падишаху. И самое главное, Даудов, ты ссылаешься на Википедию, как на авторитетный источник, когда апеллируешь некоторыми данными из биографии Аслана Масхадова, когда говоришь о том, что СССР не существует уже с 91-го года. Но в этой же Википедии, на странице Аслана Масхадова, в графе «принадлежность» значится СССР и затем Чараи. И там нет России. О-о-о-о-о-о! Наверное, ты просто этого не заметил. Может быть. Может быть. Далее ты удивляешься тому, что Масхадова запустили в Америку с просроченным паспортом. Ты в то же время это как бы допускаешь. Ты говоришь, ну это возможно, так как он был оппозиционным для России лидером. И ты как бы считаешь, что Америка поддерживает и поддерживала тех, кто настроен против России. И они могли его запустить. Но в то же время ты удивляешься тому, что его запустили с просроченным паспортом. Даудов, так если ты это допускаешь, то зачем этому удивляться? Ну а раз ты этому удивляешься, то объясни себе это точно так же. Это чудо, Даудов. Чудо. Ты же веришь в чудеса. А так вообще Масхадов был президентом Чеченской республики Ичкерия. Он был авторитетным человеком и уважаемым. И поэтому я допускаю, что его запустили в Америку даже без паспорта. Потому что он пользовался авторитетом, Даудов. А вот ты и твой падишах, вы можете использовать свои паспорта. Хотите, сделайте дипломатические. Хотите, поставьте туда миллион российских штампов с двуглавыми гербами. Хотите, даже можете сесть верхом на этого двухглавого орла и полететь в Америку. И вот посмотрите, запустят ли вас туда. Вас двоих туда не запустят. Даже верхом на этом двухглавом орле. А нашего президента запустили, как видишь. Ты там так же приводил аргументы, что якобы его даже на дербентском посту, на российском пограничном посту не выпустили бы, не поставив штампы. Но в этом паспорте нет ни одного российского штампа, Даудов. Предъяви контраргументы. Покажи нам другой паспорт, на котором будут эти штампы. Как видишь, наш президент пользовался уважением, пользовался авторитетом. И он не позволял никаким российским пограничникам ставить какие-то штампы на свой паспорт при выезде. Да, действительно, его выезды согласовывались, как ты сказал, с Рыбкиным. Да, а это неправильно. Да, действительно, Масхадов перед тем, как поехать, обязательно ставил в известность российский совбез, чтобы ему давали коридор. И правильно, так и должно быть. Еще не хватало стоять на каких-то российских пограничных пунктах и ставить штампы в паспорт президента Чеченской Республики Ичкерия. Как ты себе это представляешь? Я еще раз тебе повторяю, ты, если ты хочешь опровергнуть этот факт, факт того, что именно с этим паспортом Масхадов осуществлял поездки, а я тебе доказал это тем, что показал штамп Саудовской Аравии от 99-го года в этом паспорте. Если ты хочешь это опровергнуть, покажи нам контраргумент, Даудов. Ни свое рассуждение, ни запись Яндербиева, Басаева о том, что они что-то там в чем-то обвиняли Масхадова. То, что было между Яндербиевым, Басаевым и Масхадовым, это разногласия, которые были между теми людьми, которые не предали своего государства. Они все ушли достойно из этой жизни. И это не вам рассуждать о том, как они там друг другу и что они предъявляли. Их дело уже у Всевышнего. Предъяви нам доказательства. Как ты показал форму номер два супруги Аслана Масхадова Кусамы? Покажи нам точно такой же документ Аслана Масхадова. Ведь ты показал бы нам его, если бы у него когда-нибудь в истории был бы российский паспорт. Но его нет. Да, конечно, ты мог бы сфабриковать эту форму номер два. Но ты прекрасно знаешь, что я тебя в два счета опровергну, если ты это сделаешь. Поэтому ты не стал ее фабриковать. У тебя нет этого паспорта. И вы прекрасно знаете, что у Аслана Масхадова никогда не было российского паспорта. Он никогда не пользовался российским паспортом. Вы знаете, это прекрасно. И я хотел бы сразу разъяснить для наших зрителей, для молодых зрителей моих чеченцев. Я хочу вам объяснить, что на самом деле этот момент не является основополагающим. И даже если бы Масхадов пользовался бы российским паспортом в своих международных поездках, это ничуть не было бы аргументом против Масхадова. Потому что он ездил в заграничные поездки не для того, чтобы отдыхать. Он не в Эмираты ездил со своим спортивным клубом. Не на скачки, где участвуют его скакуны. Нет, он ездил в заграничные поездки для того, чтобы мои вопросы решать. Мои, гражданина Чеченской республики Ичкерия. Для этого он ездил туда. Поэтому даже если бы он с российским паспортом, индийским паспортом туда поехал, даже тогда это было бы оправдано. И то, что я показал его советский паспорт, это было не оправдание Масхадова. Это было опровержение лжи Кадырова, который сказал, что у него был российский паспорт. Это очень важное замечание. Далее. Ты говоришь, что Масхадов был уволен из вооруженных сил, из армии, якобы в 92-м году. И в 92-м году уже не существовало СССР. Значит, он был уволен из российской армии. То есть, один год он служил в российской армии. И ты опять-таки ссылаешься на данные из Википедии. Тут я вынужден опровергнуть тебя и Википедию. Знаешь, Даудов, есть такой документ. Он называется «Военный билет». Это аналог трудовой книги. Я надеюсь, ты знаешь, что такое трудовая книжка. Так вот, да, Даудов, у нас есть военный билет Аслана Масхадова. И в этом военном билете, Даудов, написано, что он проходил службу в вооруженных силах Союза Советских Социалистических Республик с 69-го года по, внимание, 92-й год. 14 декабря 92-го года. И с 90-го года, посмотри, не с 91-го, а с 90-го года, с 22 декабря 90-го года по 14 декабря 92-го года, он являлся начальником ракетных войск и артиллерии. И обрати внимание на штамп, Даудов. Это штамп чеченской, чечено-ингушской АССР. Интересно, что ты скажешь на это, Даудов? Опять начнешь рассуждать о том, была на тот момент страна или не было ее, ссылаться на Википедию? Теперь перейдем к твоим обвинениям в адрес Анзора Масхадова. Ты обвинил его в том, что его не было рядом с отцом в тяжелый период, то есть, когда его отец воевал, находился в лесу. И ты сказал, что ты, даже в 2000 году ты видел Масхадова, и что ты, я процитирую, обязался защищать Масхадова и умереть рядом с ним, если в него будут стрелять или его будут бомбить. А вот Анзора Масхадова в этот момент рядом с отцом не было. Ну, во-первых, для начала я хочу поблагодарить тех комментаторов, которые писали под твоим обращением. Они очень правильные вещи тебе писали. Ты для начала обвини в том же самом своего падишаха. Спроси, почему его не было рядом с его отцом в трудную минуту. Когда Путин посадил его отца на мину и отправил на тот свет, Кадыров почему-то в этот момент находился в Москве. И оказался в Кремле рядом с Путиным. Обвини его в этом. Почему его не было в трудный момент рядом с отцом. Это во-первых. А так, вообще, когда ты говоришь, что ты как бы обязывался, то есть присягал Масхадову, сразу возникает такой вопрос. Ну, ты же в 2002 году уже перешел на сторону российских войск. Ты же уже тогда предал свою религию, свое государство, свой народ и своего президента Масхадова. А Масхадов погиб только в 2005 году. То есть на протяжении еще трех лет ты уже охотился за ним. То есть ты был в числе тех людей, которые хотели его убить, желали его смерти. Как ты можешь говорить о том, что ты там чуть ли готов был с ним рядом умереть и вообще говорить об этих вещах? И когда ты и подобные тебе люди обвиняют Анзора Масхадова в том, что он в тяжелый момент не оказался рядом со своим отцом, у меня возникает в голове такая параллель, ассоциация. Я сразу представляю себе такую преклонного возраста женщину, какую кубинку, допустим, такую кубинку, у которой уже такая обвисшая кожа, пленка такая на коже, и у старых людей бывает такая загорелая такая латинка, которая является управляющей в публичном доме, в борделе. Она теперь сидит такая с сигарой во рту и управляет этим борделем. Но в прошлом, в прошлой жизни, в молодости, она была порядочной, целомудренной девушкой. У нее была семья, она была замужем. И в какой-то момент ее постигли трудности в жизни. У нее умер муж. Она осталась без средств для существования, ей было очень тяжело. И вот в этот момент она сломалась. Она сломалась и пошла работать на панели. И далее у нее была долгая жизнь. Долгая жизнь, которую она проработала, занимаясь тем, чем занимаются на панели. То есть представительницы древней профессии. И вот сейчас она уже такая стала старая. Далее продолжать уже эту работу она не может. Но у нее уже появился авторитет в этих кругах, так скажем. Своя клиентура, база клиентов. И вот какой-то учредитель борделя, хозяин борделя, сделал ее управляющей в этом борделе. И вот сейчас она сидит, управляя этим борделем, рассуждает о другой девушке, которая в свое время не пережила. Она не видела тех трудностей, которые пережила вот это вот, управляющая борделем. Она не видела этих трудностей. Она до наступления этих трудностей уехала в Европу, но сохранила свою честь. Она не работала на панели. Поэтому она сегодня не управляет борделем. Свою честь она сохранила. Но трудностей, которые видела вот это, управляющая борделем, она не видела. И это управляющее сегодня говорит ей, тебе не стыдно, говорит. Ты, говорит, вместо того, чтобы испытать эти трудности, и как и я, стать представительницей древней профессии, ты уехала в Европу. Так вот, Даудов, Анзор Масхадов, да, он, возможно, не видел тех трудностей, которые видел ты. Возможно. Может быть. Но он свою честь сохранил, Даудов. Он не предал своей религии, своего государства, своего народа и своего президента. А ты, Даудов, своей чести не сохранил. Ты предатель. Ты предал все то, что я перечислил. Поэтому тебе говорить такие вещи, ну это не к лицу. И в заключении, Даудов, я заметил, что ты в своем обращении ссылался на издание «Коммерсант». Ты цитировал какие-то выдержки из их статей, когда говорил о визите Масхадова в Америку. Я сделал из этого вывод, что ты любишь это издание и являешься их читателем. Я хочу тебе порекомендовать одну статью «Коммерсанта». Она называется «Завидовать будем». Я приведу тебе небольшую цитату из этой статьи, чтобы тебя заинтересовать. «Есть такой генерал Шаманов, он герой России, и ты герой России. Когда ты эту медаль надеваешь, тебе от себя не воняет?» Издевательски спрашивает на русском Тумсо Абдурахманов у Магомеда Даудова. И тот молчит, прежде чем ответить на родном языке. По этой паузе видно, что спикер сам не раз задумывался, как же так действительно вышло. Я оставлю ссылку на эту статью здесь, в описании Даудов. Обязательно прочти. Субтитры создавал DimaTorzok